Самое тяжелое в работе оператора это совместить невозможное закат и вашего ненаглядного ведущего в одном плане, потому что там солнце, тут Леха. Где Леха находится сегодня и сейчас? Леха находится в нашей любимой Индии, на курорте под названием Гуа, и нас омывают волны Аравийского моря. Настолько же сложно плюнуть на все, приехать сюда, объяснить банкам, что, ну, ребята, придется подождать, потому что, извините, за последний год и три месяца я так малость чуть-чуть подзабодался. Но денег-то больших потратить не пришлось, потому что, ну, знаем, с кем ездить. Сколько это удовольствия нам обошлось? И стоит ли это делать даже тогда, когда все против вас? Конечно, стоит 22 рубля, ну, 22 тысячи на человека, ну, плюс визы. И из Уфы. Вы что думаете, я настолько безумный, что не могу себе это позволить? Нет, конечно же, надо это делать. Надо ездить, отдыхать, расслабляться. И только тогда мы справимся со всеми нашими экономическими проблемами. Можно ли путешествовать в Индию? Естественно. Нужно ли это делать? А как же? Любимое всеми такси не выносит ваш карман. И любимое всеми такси остается с вами на протяжении всего тура. Так что прокатиться-то есть где. А вот мы решили посмотреть крокодайлзов и прокатиться на слонах. И крокодайлзов увидели и на слонах прокатились. Хотя были странные мысли, что мы не увидим крокодилов. Увидели, господа? И понимаем, что соваться в речку – это как-то не для нас. А теперь про слонов. Вот, собственно говоря, ничья не изменилась за 9 лет. Представляете, те же самые слоны были и здесь. Единственное, возникло просто – как покататься? Покататься очень легко и просто. 1100 рупий на семью из двух человек. Я не катаюсь, естественно, а вот моя супруга катается. Ох, какая-то приятная штучка. Классная, да? Вот это настоящий слон, сделанный в Индии. И для вашего удовольствия он здесь создан. А слоны крутые, конечно. Еще круче, когда на слона взбираешься. А когда тебе 3 года, и высота-то неописуемая, и красота, да и понятно каждому. Индия в ее многовековой истории является кладезью цивилизации. Как и Китай, как и Египет. Сюда ездить надо. И достаточно часто. Теперь другие путешествия. И нам как-то станет грустно. То бишь понятен результат. Можно прокатиться по всей Индии. Она большая. Прокатывание по еще большей стране, типа Турция, вела дивную мысль. А как с сортирами в машине? А никак. Сидишь, ждешь остановки. У нас в некоторых есть сортиры. Но один хрен, сидишь. Америка шикарна. Там везде стоят сортиры. И это как-то нормально. Хотя в Америке ездят на самом крутом транспорте. А теперь про Индию. В Индии, внимание, транспорт в два этажа. То есть там ты просто спишь в нормальной позе. Блин, да когда же мы до этого дойдем? Как все это классно. То есть вот смотрите. От нас до Екатеринбурга примерно то же самое расстояние. 560 километров. Но такого-то и нет. То есть мы ездим на чем? На старых древних корейских автобусах. А зачем нам это нужно? Хотя посмотрите. Есть же Индия. И вот так она развивается. И нам бы так развиться. Да вот похоже не судьба. Круто конечно путешествовать. Грамотнее там получать, чем медицинские услуги. По сути понятен результат. Можно получить и то, и то. Еще проще уехать из России с онкологией. Во-первых, качественная химия. Во-вторых, дешевая. В-третьих, при безгеморройных условиях содержания здесь можно прожить и оставшуюся часть жизни. Не парясь о мелочах. И это конечно не для тех, кто ее прожигает в России. С головой жить надо, а не с головкой. Что касается движения в Гоа. Ну это естественно левостороннее движение. Вам тут могут сказать, что здесь никто правила не соблюдает. Это все ерунда. Здесь соблюдают правила. И просто здесь есть такая штука под названием страховочка. Нормальная страховка. Но в отличие от российской, идиотской страховки, здесь немножко все по-другому. Вот. Сейчас объясню ситуацию. То есть вы застраховали свою машину и ездите. Но как только вы ударили, вы будете платить за чужое транспортное средство. Вы меня поняли? То есть здесь нет такого, как в России. Да, в россиянин застраховался и ждет, когда в него ударят. Вот. А потом будут такие великолепные вещи, как наша страховка, которая вам ничего и не оплатит. То есть вот наверное так оно и надо делать. То есть никаких правил. Зато одно. Ты платишь за чужой ущерб. И это будет нормально. Потому как я вот в России вижу каждый день три сильные аварии. В Турции я вижу каждый день одну сильную аварию. А на Гоа за неделю я вижу такую же, но одну сильную аварию. А в остальном здесь все рулят по нормальным правилам.